Громкая музыка привела к убийству. Житель Волгоградской области так разозлился на автомобилиста, который ночью мешал спать, что взялся за пистолет. Почему договориться не получилось? И как соседи делают жизнь друг друга невыносимой? Репортаж Андрея Караманова. Раннее утро еще не рассвело, но у этой расправы все равно хватало очевидцев. Обитатели нескольких жилых домов в Волгоградской области прильнули к окнам, потому что проснулись раньше будильника. Там же мальвеня орала, Виталья. Я ничего не делаю. Два выстрела из травматического пистолета в упор в голову, и мужчина падает замертво. Трудно поверить, но причиной конфликта стала громкая музыка из магнитола автомобиля. Около пяти часов утра подозреваемый проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент мужчина услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду. Конфликт из-за шума с убийством в финале не такая редкость, как может показаться. В 2016-м суд отправил на 12 лет в колонию строгого режима Сергея Галахова. Бывший телохранитель со снайперской точностью застрелил 25-летнюю девушку за то, что она рекламировала дубленки под его окном. Я вас уверяю, что вот эту вот компанию я бы уложил за три минуты. Но мне за 16 лет владения ружьем ничего подобного не ходило в голову. Это был стресс дикий. Вот я его сбросил. Дикий стресс, видимо, мучил Галахова годами. По словам соседей, он не раз угрожал взяться за ружье всем, кто ему не нравится. А вот жителя Новой Москвы Алексея Бучкова после похожего случая соседи наоборот оправдывали. За что задержанное? Объясните свое причем. По версии следствия, Бучков поссорился с двумя байкерами из-за рычащего на всю округу квадроцикла. Мужчина пытался урезонить хулиганов, а те его избили. Тогда он якобы схватился за ружье. Одного обидчика застрелил, другого тяжело ранил. Но очевидцы во всем менили именно байкеров. Это отморозки. Отморозки. Больше никак не зовешь. Я учила их, и я знаю. Вечный ремонт за одной стеной, ночной меломан за другой, пьяные забулдыги сверху. И вот у вас уже не квартира, а оркестровая яма в Ирите. В момент самой худшей репетиции. Если прямо под полом бар или ночной клуб, шоу и вовсе станет круглосуточным. При этом правоохранители на такие жалобы зачастую отвечают отписками. Это нужно будет составить акт, пригласить специалиста, который имеет специальное оборудование, который замерит этот шум и скажет, что превысил уровень шума допустимый или не превысил. Ну, это просто нереально сделать в наше время. Потому что сосед у нас не будет шуметь круглосуточно. И все же юристы уверяют, шанс поставить взорвавшихся гуляк на место есть, причем вполне законный. Вместо сложной экспертизы можно запастись показаниями других соседей, которые вместе с вами подтвердят полицейским. Отдыхать из-за шума невозможно. Силу такой коллективной борьбы, например, на собственной шкуре испытал пес из подмосковного Можайска. Беднягу по решению суда выселили из дома за то, что слишком громко выл в квартире. К двуногим жильцам закон о тишине более милостив. Нарушителей наказывают рублем. В большинстве случаев это работает безотказно. А вот тем, кто не научился решать конфликты цивилизованно и хватается за оружие, уголовный кодекс действительно суров. Теперь волгоградскому стрелку грозит колония строгого режима. Его поймали через несколько часов после расправы, несмотря на попытку спрятаться дома у мамы. Андрей Караманов, Александр Пищалко, Вести, дежурная часть.